Олег Геннадьевич Ну, наверное, вы знаете ответ уже, раз вы спросили. Это очень важный философский вопрос. Хорошо, хорошо, я вам расскажу об этом, это важно. Веды объясняют, что счастье — это неуловимая энергия, её невозможно добиться. Те люди, которые стремятся к счастью, оно убегает от них постоянно. Они не могут его догнать, потому что само стремление к счастью означает эгоизм или корысть. А в этой сфере корыстной никогда счастья не бывает. Счастье или любовь — это атмосфера бескорыстная, самопожертвование. По этой причине человек, который начинает в настроении служения жить и заботы о других, а это настроение очень трудно поддерживать себе, это возможно поддерживать только с помощью мысли о старших, о возвышенных людях. То есть фактически у человека нет внутренней способности своей личной быть бескорыстным. Ну, допустим, приведу пример. Я пошёл, денежку просто положил к какому-то нищему. И я пойду потом, я если даже это бескорыстно сделал, у меня всё равно возникнут мысли, а может он их не так истратит эти деньги. То есть, видите, корысть всё равно присутствует, то есть что-то отдал, и всё равно какие-то мысли могут возникнуть. Нет гарантии полной, что ты прямо с чистым сердцем это всё сделал и до свидания. Полной гарантии нет. Но если ты сделал это по совету наставника, потому что старший так хочет, гарантия есть стопроцентная. Вот это вот влияние старших или святости, оно даёт полную гарантию бескорыстия. И тогда человек живёт в сфере счастья. Вот одно дело я читаю лекцию от себя, а другое дело я читаю лекцию, потому что меня благословил старший. Это разные принципиальные состояния. Когда человек живёт в настроении служения и желании заботиться о других, пропадает интерес выяснять отношения вообще. Вот, допустим, в этом зале вы все пришли слушать мою лекцию, но кто-то из вас может мне дать совет. Нет. Если я действую как слуга, как уполномоченный от своего наставника человек, я приму совет. А если я читаю лекцию от себя, я буду спорить. Понимаете разницу или нет? Что агрессия сама в сердце возникает просто потому, что есть тень эгоизма. Быть старшим — это тоже эгоизм. Но если я просто слуга и хочу сделать вас счастливыми, если кто-то мне возражает, я не буду в этом случае как-то возбуждаться, приходить в состояние напряжения. Таким образом, счастье — это всегда понятие, которое связано с наградой, а не с тем, что ты можешь его как-то схватить. Часто люди, они хотят в жизни счастья. Это полное безумие. Хотеть счастья — это полное безумие. Потому что на самом деле счастье — это всегда то, что приходит независимо от нас. И это божественная энергия, и она не подчиняется нашей воле. Счастье всегда приходит как награда за то, что ты сделал раньше хорошего, или то, что ты делаешь хорошего сейчас. Если ты просто вошел в состояние счастья по жизни, значит, ты раньше что-то хорошего делал. Допустим, все говорят другу, как у тебя дела? У меня все нормально, а у тебя? И у меня все нормально. Это значит, что у вас хороший период в жизни. Это значит, что вы раньше что-то сделали хорошее. Но этот период может уйти и стать плохим. Хорошие периоды меняются на плохие. Это значит, что мы раньше еще что-то и плохое в жизни делали. На это в жизни рассчитывать не надо. Большинство людей просто хотят, чтобы жизнь была хорошей, чтобы все было хорошо. Хорошо означает не отстраданий. Это безумие. В этом случае человек просто съедает то счастье, которое он заслужил с прошлого, и все. Ничего нового он не создает. В этом настроении я хочу, чтобы у меня все было хорошо жить безумие. Человек должен трудиться для своей судьбы. Надо рано утром вставать с постели. Потому что утреннее время — это время благости, это время счастья. Дневное время — это время труда, время страсти. Вечернее время — это время невежества. И время, в которое приходит скорбь, тоска в сознании и так далее. Само по себе. Утреннее время самое важное. И в основном люди, которые хотят расслабиться, хотят просто комфорта, они утром стараются побольше поспать. И цель их жизни — поспать побольше. Но когда человек побеждает себе эту идею, его цель — служить, тогда он становится, встает пораньше и побеждает себя каждый день. Потому что счастье возникает во время служения. Вот сегодня приведу вам пример. Я встал пораньше, хотя лег попозже вчера. Я не смог лечь пораньше, потому что была лекция. И я потом консультации еще давал после лекции. И у меня еще в Ведическом центре лекция с утра была. У меня было очень мало сжатое время на молитву. Но я все равно встал пораньше, сел, сосредоточился на своем духовном учителе, начал вспоминать свои отношения с ним, начал молитву. И в это время сначала я чувствовал трудности. Я чувствовал, что мне тяжело это делать, потому что ум хочет расслабиться, спать, отдыхать. Он устал, ему все трудно. Но я знаю, потому что это делаю каждый день, что если я дальше буду продолжать в этом ключе, то наступит такое состояние, в котором я начинаю чувствовать чистоту, радость, веру, глубину. Я начинаю чувствовать глубокое, чистое отношение к людям. Начинаю чувствовать победу над своей судьбой. Решаются вопросы какие-то в сердце. Начинаешь понимать, что делать, как жить. Это счастье не зависит от судьбы. Каждый человек, каждый день может испытывать столько этого счастья, сколько он сделал сам в результате своего отношения со святостью. И счастье в данном случае означает просто награда. И другого счастья в жизни нет. Допустим, девушка говорит, думает, мечтает, я хочу хорошего мужа себе. Это означает, что ты будешь страдать. Потому что хороший муж — это награда. Чего бы ты ни хотела, что положено, то и получишь. Но если девушка не думает о том, что она хочет хорошего мужа, а она выполняет свою природу, женская природа — это служить энергии любви, она заботится о маме, о папе, о друзьях, всем готовит пирожки, кормит всех, любит всех, гладит по головке, то есть прощает, просит прощения. В полной степени живет как женщина. Активно очень. Потому что женская природа в пассивном состоянии, в состоянии эгоизма, хочет любви, ласки и внимания. Хочет того, чего ей не положено. А в активном состоянии женская природа она ничего не хочет, она просто служит другим и получает в ответ любовь, ласку и внимание, как результат служения. Поэтому счастье, любое женское, мужское — это просто награда. И основная ошибка людей заключается в том, что они награды хотят, как само собой разумеющегося. И вот этот вопрос, как вас зовут? Сергей, он очень мудрый. Это очень мудрый вопрос. Потому что этот вопрос указывает на суть жизни, всех отношений вообще. Если человек... Но самое главное, надо понять. Вот я чуть-чуть отвлекся, допустим, спать лег, проснулся. Нет в моем сердце желания служить. Каждый день одно и то же. Много лет и всю жизнь так будет. Потому что в нашей жизни ложное эго доминирует. Эгоизм, желание счастья себе доминирует. Его всегда, каждый день надо побеждать. Каждый день, всю жизнь. Каждый день, поэтому человек каждый день должен вставать рано утром, обливаться прохладной водой, снимать с себя сон, садиться неподвижно, молиться. И искать свою веру. Если не молиться, то искать свою веру. Вот что вы чувствуете, считаете духовностью, то и делаете. Если считаете, желать всем счастья, желать всем счастья. Если считаете слушать духовную музыку, слушайте с утра духовную музыку. Если понимаете, что молитва сама по себе, сила молитвы — это самый высокий способ развития Личности. Если у вас есть такие силы, делайте это. Но если человек просто инертно живет, желая счастья, когда он ждет счастья, это жизнь патовая, в ней нет выхода. Я просто жду, когда придет счастье. Выхода нет. Все. Я ответил на ваш вопрос? Спасибо. 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 Спасибо.